Вот плавно мы пришли к... давно эта идея у нас была, но как-то последние только месяца 3 мы активно этим занимаемся, мы начинаем переводить наши программы в смешанный формат. Что такое смешанный формат? Это формат, в котором частично присутствует и все лучшее от синхронного обучения, что лучше, очевидно, это коммуникация, общение, вся история социализации и асинхронное обучение, когда есть хороший, выборенный по своей структуре контент, который предзаписан в хорошей продакшене и так далее, потому что как бы там вебинар не был такой классный человек, который рассказывает живьем, он всегда сбывается. Даже сейчас, как записывают ребята видео, они будут потом смотреть, они скажут, что у которых смешанный человек, он подставляет все время АУ, и вы этого не замечаете, потому что вы сосредоточены в каких-то других вещах, но это все равно это живое общение. Что мы для себя определили для смешанного формата, к чему мы хотим прийти? Понятно, что теоретический материал мы будем давать исключительно в предзаписанном готовом формате, либо в видеоуроках, либо в каких-то презентациях и так далее. Это как раз, ну, все вы знаете, я думаю, что про перевернутый класс, про историю, про то, что всю жизнь это, оказывается, неправильно через черты длины. Вот. Это будет позволять студентам потреблять контент в удобном данном фонде, в хорошем качестве, структурированном и так далее. Практика. Вот здесь начинается история о том, что нам нужно, соответственно, все равно по практике давать живую обратную связь от экспертов. Вот эти тесты, они не катят абсолютно, да, вот это автопроверка, это все чушь. Даже там peer-to-peer он не особо катит, потому что это тоже иллюзия, по сути, экспертизы. Вот. Мы на себя абсолютно решили, что мы будем усиливать ризонтальное общение студентов, эксцелизацию, сейчас есть какие-то закрытые группы в фейсбуке, понятно, что там часто в офис приходят студенты каких-то потоков. То есть они общаются, и нам нужно будет в новом формате, где не будет вот этого жесткого привязка к наборам, то же самое все это сохранить. Это большой вопрос для нас и большой вызов, на самом деле. Как я сказал, студент сам выбирает темпы обучения. И самый большой плюс – это начать обучение можно в любой момент. Вот здесь история, с чего вообще все началось, вот эта история с синхронной синхронной, на самом деле с последнего пункта год назад. Такое слово, когда я сидел, планировал в календаре, я понял, что это очень сложно. И как сделать так, чтобы у нас было больше денег, человек побери, нужно просто посмотреть статистику, когда люди делают больше оплаты. Я думаю, что те, кто занимался продажей, либо даже регистрацией на любое мероприятие, люди все делают в последний момент. И если посмотреть банальный средств, мы продвигаем набор 2 месяца. Мы понимаем, что остальное количество заявок студентов приходит в последние 2-3 недели. Соответственно, если мы сведем сюда абсурда и вообще не будет никакой даты запуска, то, возможно, наша конверсия и трафика будет чуть ниже, наверное, чем мы ожидаем, но все равно будет более эффективно такое продвижение. Вот это одна из гипотез, которые мы сейчас проверяем. Ну еще раз, это даже не гипотез, здесь мы как раз вечно исключительно про аналитику, здесь нет таких вещей. Вот. Но начинаются сложности, которые мы перед собой видим. Даже сейчас, когда мы переводим 2-3 курса в такой формат, мы понимаем, что часть материалов из этих курсов реально нужно будет очень регулярно обновлять. Любой курс по веб-аналитике, по SEO, по контекстной рекламе, это, извините, но там поменялся интерфейс, три кнопки, и все. У тебя уже не качество видеоурок, перезаписывай скринкаст как минимум. Вовлеченность студентов. Очевидно, что, да, мы когда говорим про студент выбирать себе сам темп обучения, мы в позитивном ключе думаем, что это же очень круто, человек там, выходные отвался, да, и как бы в выходные пофигачил, поучился, там, все сделал. Вот. Но на самом деле история еще может быть абсолютно другая. Если у человека нет жесткого расписания, мы тоже об этом чуть больше обращем на это внимание, если нет жесткого расписания, то, может быть, он как бы и плюнет на все на это. Вот. Оперативная обратная связь по практикам у нас сейчас тоже просто для понимания, у нас каждую неделю дается обратная связь в порядке, там, по разным подсчетам, от 800 до 1000 обратной связи в неделю. То есть вот мы сейчас с вами здесь, а какие-то эксперты, там, аспиранты сидят и передают обратную связь с нашим студентам, да, по практикам. И если мы увеличиваем, выбираем эти даты стартов, если мы планируем увеличение количества студентов, понятно, что обратная связь обеспечить ее оперативно очень сложно. И это не только организационный вопрос, это уже методически. Потому что каждое практическое задание в этом случае возьмем очень четкие критерии оценки, очень четкие какие-то методические занятия для того, чтобы человек мог понять, что там происходит. Последний пункт, переход к типовым проектам. Ценность нашего синхронного образования была в том, что на большое количество курсов люди могли прийти со своим проектом, со своей проблемой. Это вело к тому, что в рамках проверки практических заданий теперь должен был вникнуть в суть и проблему того, что есть у студентов в конце. Сейчас, если мы переходим к таким вот смешанным форматам, с большой вероятностью мы не сможем делать вот такие вот проекты. Это нереально. Поэтому, в частности, мы сейчас переводим в такой формат уже практически до середины все у нас прошло. Курс базовый по интернет-маркетингу, и мы понимаем, что, да, сейчас пока он частично переведен, у студентов есть возможность со своим проектом, но сейчас мы готовим там 5, не знаю, побольше разных типовых проектов. Начинают там открыть клубы, шинемонтажки, конференции, все что угодно на вкус и цвет условно. И у каждого из этих вложений прописано порядка 10-15 практических заданий с критериями оценки, с различными вариациями. Это тоже достаточно большая работа, которая будет постоянно меняться. Ну и слишком сухой материал. Здесь я вспоминаю, просто у нас библиотеку курсов тоже, скажу, как она появилась изначально. Мы однажды решили записать одни из вебинаров. Мы подумали, да, у нас с ней было очень много денег. Мы подумали, а зачем мы платим эксперту сегодня на нем, а давайте мы запишем его один раз, и потом как бы дальше его видео пойдет. Мы так записали, и на первом же наборе, куда мы закинули третье видео вместо вебинаров, люди сказали, не, не, вернись на этот вебинар, пусть нам готовят его. Песноязычное, но лучше живое общение, важно будет задать вопросы и так далее. И вот мы здесь опять же боимся, что слишком будет сухой материал, и этого как-то надо другими вещами не расправлять. Сейчас мы на выключить и говорим, давайте про такую сложную тему, как мотивации учиться. Но, знаете, я вот, наверное, про это лучше сначала скажу. Есть такой слайд, знаете такой проект? А кто в своих проектах сталкивается с тем, что у нас что-то нет, у тебя начнется? А знаете, когда мы говорим, у меня достаточно жесткая позиция в этом плане, и немногие отзываются на мою компанию, я считаю, что людей не надо мотивировать. Потому что даже если мы два-три месяца, пока он учится, его мотивируем, то дальше он выйдет, мы несли на руках, а через два-три месяца мы его отпускаем, и всё, и он разбил свой нос. Это не факт, что мы сделали ему хорошо. Мы превысим его ожидания от реальности. И здесь как бы на самом деле мотивирует, подгоняет и говорит, давай, ты можешь, ты молодец, Возможно, это не самая лучшая история, возможно, и даже порой ты думаешь, это тоже не лучшая история. Это крутейшая история, очень показательная называется. Можете посмотреть на тезис, обязательно в вступление этого великолепного индуса, я не помню, к сожалению, как его зовут. Всё очень простое. А, он где-то поспорил с каким-то своим, он разработчик из Индии, он поспорил с своими коллегами о том, что дети из бедных семей точно так же одинаково одарены, как и дети из богатых семей. А как бы вот его оппонент говорил, нет, слушай, ну нет. Дети, которые живут в бедных семьях, ну не совсем всё по-другому, ну ты чего. И априори они будут лучшей, успешной жизнью. Он сказал, нет, слушай, это абсолютно знаковый ты сам. Он приехал в какую-то деревню, вырубил в стене дырку и поставил туда компьютер. Просто монитор и клавиатуры. И ничего, ни одной инструкции, никакой провокации, ничего. Начали подходить дети и начали интересоваться, что это. Мужин пришёл, включил. Окей. Второй там, не знаю, попробовал мышку. Ох, и всё, где-то. Ну там, те, не печатают. Приходит там третий, ему уже первые там двое говорят, слушай, смотри, это мышка, да, здесь так печатать, здесь так петель. Да, вот так мутили. О, окей, а тут такое. А если вот так, то вот так. Дело дошло до того, что однажды он приехал и вот потом включил к интернету эти компьютеры, всё, пошёл процесс, ещё раз, абсолютно самостоятельно дети начали получать знания. И потом в какой-то момент он приехал, и они его как бы узнали, сказали, слушай, ты нас, как бы, за кого держишь? Спросите, конечно, за всё, но он не стоит, по-твоему, вот. Деревну, значит, что с ней можно делать, да, как бы, относительно неуважительно. Он говорит, а что случилось? Слушай, ну у нас старый компьютер, ты не можешь обновить, уже там вышли новые процессоры, как бы, вот это вот, монитор, ещё что-то. Это вот такая минутка юмора была в его докладе, а вторая минутка была юмора в том, что он сказал, ну а так как все интерфейсы были на английском, дети через год выучились английский. Вот и всё. Это очень показательный пример, и я часто его перевожу, когда люди говорят, ну надо мотивировать студентов, учить всё такое. Вот этих детей, которые там были, у них не было абсолютно никакой мотивации такой явной. Им не нужно было строить карьеру, им не нужно было и автомашины удивлять женщин и мужчин, ничего им не нужно было. У них просто была естественная физиологическая потребность чесать свой мозг и развиваться. Если она есть, круто. если её нет, её привить тому невозможно. Я могу ошибаться. Давайте про мотивацию, когда мы говорим, как сделать так, чтобы людям было комфортно и круче. Давайте разберёмся, кто наши люди и что они покупали. Это первый вопрос. Самое большое заблуждение, в котором мы, по крайней мере, очень долго находились. Я много общаюсь с студентами, я чувствовал, что что-то не так на самом деле. Не учим мы их профессии. Не только это, мы учим явно. И я для себя выдел какие-то такие вещи. Ну, очевидно, любой товар, любое, что вы покупаете, за что вы платите деньги, всегда состоит из двух вещей. Из того, что вы базово получаете, там, не знаю, телевизор, потому что он показывает картинку, там, 40 каналов. И, как бы, вторая некая легенда, да, начиная там от размера, марки, там, бренда и так далее. То есть всё, что вам, как бы, уже подсознательно где-то что-то навязывается, да. И в нашем случае товар, очевидно, что это просто актуальный теоретический материал, ну, как бы обратно связь по практике. Но это то, что мы афишируем. Легенда начинается дальше. Очень большое количество студентов к нам приходит, для того, чтобы сделать свою первую точку вообще контакта с онлайн-образованием. Простой пример. Мы запустили бесплатные курсы по HTML-верстке. И у нас гладкая идея, да, мы запускаем, как бы, часть воронки, бесплатные курсы по HTML, дальше мы будем знать о наших курсах по программированию, которые надо развивать, и бла-бла-бла. Люди приходят на бесплатный курс по HTML, смотрят там два занятия, идут, покупают там копирайтинг, дизайн, всё что угодно, но только не вот эти технологические курсы. Там разрисовка достаточно странная. Вот после этих бесплатных курсов по HTML, 30-40% будут на направлении программирования, дальше остальные, и все идут на данные. И они посещают там два-три занятия, максимум, там, с пяти. То есть они вот посмотрели, и они там просто интересно. Почему я это знаю? Потому что мы с этими ребятами очень чётко работали с HTML-центром, все их обзвали, у нас очень хорошие развиваемые связи. Люди покупают просто, как бы, легенду, причастность к тому, что, ну, там, онлайн образование, класс, проект, я тоже там. Ощущение развития. Именно ощущение. Человеку важно всегда чувствовать, что он растёт, развивается. Кто бы мог подумать, да, что у нас январь самый, такой, один из пиковых месяцев продаж. Ну, не самый, например, сентябрь ещё есть. Ну, как вы думаете, почему январь? Что? Ну, это одна из теорий. Нет, после выходных. В выходных они начинают. Новая жизнь. Новая жизнь, бинго. Да, они начинают новую жизнь. Потому что, ну, как же так? С понедельника, с Нового года, тем более надо это сделать. И вот они чувствуют, что они где-то будут круче. Они хотят новую версию себя, да? Социализация. Вот статистика по гендерному типу, да, на объявлении, на видеокурсах, на асинхронном формате и на синхронном, отличается демитра непротивоположно. В университете у нас две трети девушек и одна треть молодых людей. На видеокурсах на аудитории абсолютно противоположно. Да, две трети молодых людей и треть девушек. Социализация – это крайне важный момент. Люди приходят. У нас есть… Мы сидим в одном open space с координаторами, которые постоянно общаются с студентами, и у нас это уже такое, знаете, ироничные иногда бывают разговоры, когда кто-нибудь из координаторов случайно, общаясь, говорят, «Ой, у меня в студентке сын родился». Ну, как бы, да, классная новость, но как она касается там всех, да? А это я, как бы, студент пишет, что там гей можно отменить, там перенести домашку, потому что че-то че… Нет, я не могу перенести домашку, надо сообщить, что не собираетесь. Социализация важна, это видно по активности, когда они собираются вместе, как они общаются – это не исключение. Четвёртое – это банальный гранд-фитнес, вот этот вот эндютеймент – это люди, которые, наверное, выходцы из тех вот индийских деревень здесь, которым постоянно нужен просто тонус мозга. Понятно, что взрослому человеку сложно учиться в академической какой-то атмосфере, ему нужен именно вот этот эндютеймент, когда немножко свезли курты, тогда немножко азартно, в какой-то среде что-то новое и так далее. И пятое – вот эта возможность опять стать студентом. Это было очень классное наблюдение одного из координаторов научной программы, правда, когда к координатору подбежала молодая девушка, которая работала, не буду сейчас на всякий случай, могу не соврать, в общем, она работала уже в руководительном отделе маркетинга, в достаточно крупной компании, заметной на рынке, и, по-моему, на телевизоре, по-моему, каком-то. И она подбежала и сказала, как мне призывали, слушай, она со мной как девочка, она ко мне подходит, она старше меня, но не меня, она денег получает больше, чем я, господи. И она ко мне подходит и говорит, «Катюш, мне нужно там домашку перенести, я там не успел, меня аж поругает, может быть, они дома». Они сидят на переменках, едят свои петерброды и так далее. Вот эта возможность стать этой студентом, ощутить себя часть вот этой бегущей цели, там, получения диплома, зачёта, чего угодно толпы – это крайне важная история. По нашему наблюдению, ещё раз, это всё очевидно субъективно, но я это придумал не сегодня. Это те наблюдения, которые есть уже на протяжении двух лет как минимум, которые просто вот сейчас свелись вот в эту информацию. Аудитория, кто ваша аудитория – это специалисты, понятно, переходящие из оффлайн в онлайн, это достаточно большой процент сейчас. Специалисты, желающие, опять же, прокачать себя, да, действительно, аудитория есть в нормальном порядке. Чтобы вы не пугались, что все там пришли потусить и, там, не знаю, поканюшить и рассказать о своей жизни – это неправда. Просто мы должны понимать, что таких людей достаточно заметно, порядка 30%, как минимум. Вечные студенты – это, понятно, те люди, которые учатся постоянно, и люди с большим количеством свободного времени. Это отдельная аудитория. Я думаю, что… Как вы думаете, какие люди вам относились к этой категории с большим количеством времени? Молодые мамы? Да. С девочкой в декрете. У меня буквально на днях опять мне пришло очередное напоминание, не помню, зовут Леонира. Она мне пишет весь год с регулярностью, раз в месяц, а тут, чтобы я дал какое-то интервью в журнал, в какой-то паблик для молодых мамочек с аудиторией, там, что 10 тысяч человек. Вот. И оно мне написало последнее очень трогательное письмо, что Алексей, ну, конец года, это же время подчищать долги, не правда ли? Может, пришло уже время, да, как бы. Я в очередной раз поставил себе сделать это, но там очень большие тексты и не могу расследовать. Ну, и люди с ограниченными возможностями. Честно, это тоже достаточно широкая аудитория, при этом… Ну, как еще раз, довольно широкая в… Заметная, не широкая, а заметная. Ну, это будет правильно. Молодые мамочки, вся эта аудитория, она заметна. Не подавляющая, понятно, не надо мне длиться. Представляем, что там… Еще раз, да, странные люди. Нет, все нормально. Специалисты, желающие подкачать себя, специалисты из оффлайн, онлайн – это основная аудитория. Здесь все-таки доля, но она есть. И на нее тоже нужно обращать внимание. Причем очень важный нюанс по поводу людей с ограниченными возможностями. Мы сотрудничаем с добром в Mail.ru, ну, нельзя абсолютно не афишеровать. Просто тесный круг, я могу об этом не говорить. Еще раз, я считаю, что это неправильно, когда мы на этом что-то строим. Они нам предлагают сделать условно такую квоту на каждый набор, когда мы говорим, что мы можем взять на каждую группу максимум два человека с вашего проекта. Почему два? Для нас это история не про то, что мы не можем дать больше, а история про то, что все-таки нужно себе честно признать, что, к сожалению, для людей с ограниченными возможностями в нашей стране обучение – это не как раз возможность прокачать себя. В первую очередь возможность просто социализироваться. Это, к сожалению, так. И как только появляются такие люди в группах, мы, к сожалению, все-таки, во-первых, будем честен, они создают проблемы в коммуникации, потому что их очень-очень много. Они чувствуются какое-то, они дорвались до общения с темами, они везде-везде-везде. Они задают вопросы по теме, не по теме. И их очень много. Именно поэтому мы поставили, еще раз, это просто вымышленные квоты для того, чтобы не было много вот этого лишней активности. Ну, еще раз, кто-то действительно ходит. Ну и как мы делаем это нормально, мы отправляем маленькую анкетку этим ребятам, для того, чтобы понять действительно их мотивацию, действительно это. Так. И в итоге мы сформулируем вот эти тезисы для себя, что мы продаем. То есть полный качественный контент, профессиональное наставничество, обучение в группах, гарантия достижения учебных целей. Вот это гарантия достижения учебных целей я сейчас коротко расскажу. Как вы думаете, по каждой практической работе есть срок сдачи? Это, соответственно, полночь какого-то дня. Да? Как вы думаете, во сколько все загружают домашние занятия? Да, вот примерно в это время. Вот. И почему я про это вспомнил? В 3 утра. В 3 утра. В 3 всё. Это как бы там, если ты потом начинался. Гарантия достижения учебных целей как раз в том, что у человека есть ощущение этой толпы, есть рубежи, которые он проходит. Что бы ты ни делал во время всего семестра, у тебя точно есть сессия, за 2 недели ты чертовски мобилизируешься для того, чтобы остаться с этими же ребятами, с которыми ты был в одной группе, для того, чтобы всё это сдать. Ну и признанный на рынке всегда диплом. Ну, опять же, я большой скептик в отношении всех этих лицензий, вот этой всей бюрократии. Ещё раз чувствую дополнительные расходы, которые есть. Но вот как бы руководитель нашей компании Максимис Придонова это кажется правильным. Я бы сюда тоже попробовал поменять свой взгляд на это. И сейчас я всё-таки отношусь к этому иначе. Действительно, для большинства специалистов, может быть, для большинства из нас с вами, дипломы ничего не значат. Но мы забываем про аудиторию начинающих специалистов, у которых нет опыта работы. Если у него нет опыта работы, всё, что у него есть, это различные ачивки. Если эта ачивка ещё и установленного образца, подтверждённой лицензии, это как бы ачивка в два раза лучше. Всё. То есть только ради вот этого, мне кажется, уже стоило изморочиться с ассоциативной специалистами. У вас вопрос какой-то есть, мне кажется? Давайте теперь поговорим... Вы, наверное, не хотели услышать про мотивацию. Давайте поговорим про какие-то реальные штуки, которые работают в форт-плане того, как людей двигаться вперёд, чтобы они действительно не бросали обучение. Мне очень понравилась... Вот у нас была секция на Риве в этом году. И там выступал Владимир Малч из С3. И он очень классно рассказал, как они довели процент окончания своей асинхронной программы для предпринимателей до показателя порядка, по-моему, 70, ну, какого-то очень космического показателя для асинхронных программ. Ну, чтобы вы понимали, там на асинхронных форматах обычно процент отката 5-7-10, а то есть это очень просто. То есть вот 5-7-10 процентов заканчивают из тех, кто иначе. А они довели это до каких-то 60-70 заулачных увеличений. Как они сделали? Они сделали персонализацию не на уровне образовательного контента, а исключительно на уровне коммуникации. Механизм крайне простой. На входе студент максимально подробно анкетируется. У них курсы по тематике предпринимательства. Соответственно, максимально берется срез по специфике его проекта. Есть у него инвестиции, нет у него инвестиций. Есть у него MVP, нет у него MVP. Какая-то отрасль. Есть у него там партнеры. Какая у него команда с какими компетенциями в его проекте и так далее. После этого все это структурируется. И дальше вся информация в кабинетах, в переписке, в практических заданиях она по сути одна и та же. Но она всегда центируется внимательно на твоих каких-то нюансах. Если, допустим, у тебя интернет-магазин, то на занятии по контекстной рекламе тебе придется сообщение, в котором будет написано. А контекстная реклама, кстати, это крутой способ. Есть нюансы для e-камер, с узнай об этом в этом занятии. Если у тебя, не знаю, совсем проект, сервис такси ты делаешь, то, возможно, у тебя будет другой какой-то посыл. Если это, опять же, коммуникация в рамках практики, то будет какой-нибудь посыл из серии «Ты можешь рассчитать после этого занятия KPI для своего проекта, потому что KPI для тебя – это очень-очень важно, потому что ты сможешь спать какие-то расходы и так далее». Все просто идет на личные привязки этих нюансах, которые позволяют человеку чувствовать, что это да, это для него. При этом контент – он один и тот же. Но ты понимаешь, что о тебе заботится. Понятно, что это может быть немножко утрированная история. Возможно, конечно, есть какие-то нюансы, которых я не знаю, потому что я не видел, я передаю его слова, его рассказ. Но нет, в этот момент очень понравился, он очень убедительно говорил о повышении процентов окончания курса студентов. Ну, для небольших групп действительно это проще сделать. Но видите, когда есть, допустим, наш стандартный формат синхронный, он все-таки не подразумевает, что… У нас есть все-таки программа, есть 20 занятий. Мы приглашаем какого-то одного эксперта на часть занятий. И обычно в программе плюс-минус 5-6 экспертов. И они, к сожалению, не могут себе позволить тонко заниматься каждого из этих студентов во время занятия. Поэтому они во время занятия не могут с ними уже коммуницировать с оценками персонализации. В рамках практического задания – да. Но здесь очень много плюсов. У нас, собственно, честно, мы не собираем… У нас есть паспорт-группа, где мы собираем брифники, кто есть кто, но мы это никак не учитываем в коммуникации, опять же, тех же самых триггерных, обычных писем, инфекциях. Поэтому нет. Мне кажется, что если это сработало у них, то большую вероятность сработает и у нас. Почему для нас важна мотивация? Давайте будем честны. Я с точки зрения коммерции рассуждаю. Я вижу, что каждый человек, который дошёл до конца, с большой вероятностью, ему всё это понравилось. С одной большой вероятностью, это будет либо дальше наружу форментировать, он покажет хороший имплесс в этот набор, либо, соответственно, он вернётся в другие программы. У меня это была достаточно корыстная цель, мотивация. У меня нет такого, я очень рад, что тебе всё понравилось. Будем реалистом. В общем, персонализация, она очень круто работает. Ребята из Skyeng рассказывали, вы знаете, Skyeng сервис, изучение английского языка. У них, конечно, модель крутая, но спорная. Потому что... В это старается, как работает Skyeng? Ну, я в двух словах хочу сказать. Есть, соответственно, какие образовательные модули, в которых есть занятия, которые впрога регламентированы, есть личные кабинеты экспертов, которые, в принципе, работают по модели мудра. Когда есть человек, он говорит, я хочу 5 часов с вами заниматься. Есть эксперт, который, оп, я прицепляю этого человека. Я его сегодня там... У урок эксперта есть личный клиент, в котором есть история своего студента, потом сделал практику, какой уровень там, какой занятий у него сейчас будет. Плюс в этих профилях есть информация про то, как зовут домашнего животного человека. Есть ли у него жена, папа, бабушка, дедушка. Все это расписано для того, чтобы вот этот человек, который только что как-то приехал на Uber в это занятие, он еще не понимает, что происходит, но он смотрит, и он может в любой коммуникации использовать какие-то вот такие вот фишки. Я не знаю, насколько, я не видел приличные кабинеты. Ну, я видел мерку, Александр нам показывал, но я не уверен. Мне кажется, где-то он привлечен, что модель выглядит очень космически круто. Честно. То есть как-то это очень... Возможно, где-то это как-то пока еще там процентов на 50 у него в голове, да, там как бы у ребят, но может быть и так. Но мне кажется, это даже очень круто цеплять, если бы, допустим, такой легкий шок, или что-то человек, а он проходит себе эту штуку. Вот. Есть персонализация и все остальное. Геймификация. Мы не пробовали, не знаем. Рейтинги. У нас треть студентов выходит из рейтинга, вот есть какой-то вот момент, хочу им участвовать в рейтинге, чтобы никто не видел, что я должен. Вот. Ну, рейтинги, на мой взгляд, они мотивируют, если только там на руку есть морковка из серии, вот мы хотим придумать, чтобы те, кто там лучший студент условно, он получил там бесплатный доступ на какой-то следующий курс. Мы сделали один раз в тестовом режиме, это у нас два студента там посырались. Вот кто из них там. Вот почему они засчитали столько баллов, а им столько баллов и так далее, да, как бы, когда курс стоит двадцатку, они как бы, ну, готовы немножко там поставить свои права, и вот начинается эта версия. Вот. Создание дефицита и конкурса. Вот эта вот история очень крутая про дефицит, его очень хорошо применять, например, кто-то знает школу Горбунова, в частности, там Главред. У нас одна коллега училась, и она очень классно рассказывала, как там людей реально держат в режиме какого-то дефицита общения, например, с экспертом, я вам практически не знаю. Второй дефицит поступления. Ты приходишь, регистрируешь и сплатишь деньги, а потом тебе нужно еще пройти какие-то, доказать, что ты можешь там учиться, то есть есть входной порог, да, и если ты как бы не доказал, то деньги завернут, я думаю. Вот. Но там действительно со слов моей коллеги я понял, в чем там дефицит. Реально здесь общение с экспертами. Людям не дают обратной связи. Вот если мы паримся, у нас это наша проблема вечная, я должен быть честен, проблема оперативной обратной связи, это глобальная проблема. мы сейчас вышли там, скажем так вот, со дна мы чуть-чуть поднялись, но мы еще не плаваем в этом вопросе все равно. И там Ряда вообще просто как бы, ну, она писала какую-то сцену, рассказывает какую-то, не знаю, статью или что. И я говорю, ну, тебе какие-то дали комментарии по твоей работе? Она говорит, нет, мне написали, да, зачет. Я говорю, класс, молодец. Когда она у нас пишет зачет, у нас для меня начинается просто какая-то нервная истерика. Я даже специально в табличке «Дашборд с домашками» попросил, чтобы не выиграли количество символов, которые оставляет эксперт. Чтобы ему было очень быстро понять, кто у нас там халтует и так далее. Вот. Ощущенный конкурс и отбор, это, кстати, очень крутая штука. Вот мотивация выше там, где уровень студентов выше. Как вы думаете, на наших точных программах с человеком 150-160 тысяч, сколько людей доходит до конца? Всего. Ну да, там 2-3 человека, вот я был на защите, недавно дипломов, одного набора. Там вот пришло 2-3 человека, которые были очень недовольны тем, что они не дали дипломы, что они не защитили. Вот. Но они ожидали чего-то другого. Они, видимо, пришли на... А там, когда люди регистрируются на эту программу, с ними проводят интервью. Их спрашивают вообще, как в курсе, что такое маркетинг, интернет. Вот. Умеете пользоваться, не знаю, элементарными инструментами, там, дропбоксом, скайпом, еще чем-то. Почту вы можете настроить? Это вот банальный вопрос, который есть там, в чек-листе продажных. Потому что это все пополняется, не мы придумали, это пополняется с опытом. Приходят люди, которые реально не умеют настроить почту. Понимаете? И там очень хорошее качество людей, как бы скажут с точки зрения подготовки уже. Они плюс отдали деньги, да, как бы достаточно бессонные. Конечно, они доходят до конца, очевидно. Плюс там социализация очень крепкая, они ходят три раза в неделю вместе, там, и потом еще вечером где-то продолжают, наверное, у них очень интересная связь. Вот. И, да, действительно, там, как бы, три человека, вот таких, два парня пришло, они, как бы, нет, не защитили. Но они, видимо, пришли туда потусить. То есть им, как бы, нравилось больше ходить на острел, а они ниже там учиться. Это, как бы, просто их проблема. Причастность к чему-то большему, это, действительно, мотивация, ну, опять же, наших аспирантов, я думаю, что, не знаю, какие назвать там, лавпрэнгом, основным, мэйлроу, яндекс, я не знаю, google, если какая-либо активность связана с какими-то текстами, топовыми компаниями, то человеку проще быть мотивирован для того, чтобы в ней поучаствовать, там, дойти до конца. Ну, и ощущение результата, очевидно, просто, с точки зрения практических заданий, мы очень начали ориентироваться на практику, для того, чтобы у людей было поменьше теории, поменьше тестов, а вот практически по всем заданиям мы постараемся давать задания, в которых есть реально ощутимый результат, то есть что-то, что нужно применить. Так, опять я уже говорил, вот крутая штука еще. Мы гарантируем трудоустройство своим выпускникам. Главный человек, когда честно заявляет, 3 минуты, прошу минут 5. Мы гарантируем трудоустройство, и большинство проектов, они вот так примерно тоже заявляются. Мы гарантируем. Знаете, как это работает? Очень просто. Никому нахрен не нужно работать в процессе. Я понимаю, с чего начин. Все. 50% людей нам входит и говорят, мне нужна работа, в конце мы их вылавливаем. Сходи, тогда поймай. Если нужна, мы реально здесь люди выявляются, у нас все, кто захочет зарабатывать, это очень несложно с нами сделать. Тематики программ. Буквально недавно вышел отчет с Курсеры по тематик, которые были популярны в этом году и будут популярны дальше. Вы можете обратить внимание, все связано вокруг, соответственно, данных, вокруг аналитики. Это вот такой вот хайп, мне кажется, супер ближайшего времени. Ну и плюс там еще, кстати, вот это я сделал выдержку, там плюс еще было три каких-то курса по английскому языку. То есть тоже показатель. Мы как поступаем коротко, чтобы мы тоже не рисуем соль, потому что едва ли вам это интересно. Мы когда делаем, выбираем какую-нибудь математику, мы рисуем какие-то такие огромные майндмэк, потом перевернуты, потому что там делается. Вот. Потом мы, соответственно, их там каким-то образом аранжируем по тому, к какому классу относится тот или иной курс, делаем обзор рынка труда, оцениваем популярность темы по различным кретериям, обзор зарплат, обзор конкурентов, и дальше определенный формат длительности. Это то, как от нас идет процесс. Ну и сейчас просто. Почему обнесал, что ровно сейчас мы формируем примерный, опять же, ориентир тематик на будущий год, который будет заработаться. Ну и проблемы отрасли. Давайте коротко, это последние три слайда. Класс. Доверие. Дальше объем некачественного образовательного контента формируется, негативный перелог. Вот если вы сейчас захотите чему-то там учиться, набьете в этой губле, я хочу тот, 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 тот. Вам с большой вероятностью выходить на первом таком месте какая-нибудь фигня из себя по поводу бизнесмена, который вас там хочет прокачать, увеличить ваши доходы на 700-700%. Я здесь буквально недавно, у вас передвижена эголическая пауза, у нас в гости пришел какой-то очередной человек с какими-то гениальными, в кавычках, идеями, записывая какие-то совместные программы. Я обычно всегда успеваю внимание всем, кто приходит, потому что у него бывают такие истории. И он начал мне рассказывать, как он обладает какой-то методикой бла-бла-бла, и как он пришел в какой-то e-commerce проект, и он увеличил там, они увеличили им оборот с 5 миллионов за первый месяц до 10, а за следующие 2 до 20, за следующие 3 до 40. Я понимаю, что он никогда в жизни не работал ни в одном операционном процессе. Любой e-commerce проект, любой проект, у которого, я не знаю, это e-mail даже организовали, любой проект, у которого выручка выросла в течение 4-5 месяцев в 8 раз, он развалится просто. Нет, не бывает такого. Это нужно просто обладать какими-то гениальными организационными способностями, а тут пришел чувак, который 8 увеличил раз за 4 месяца. обороты, но это больше. Именно поэтому у людей формируется очень много после первого контакта отрицательного впечатления об отрасли тела. И здесь, кстати, наша цель, где многие из вас подняли руки и сказали о том, что вы занимаетесь работой каких-то программ, наша цель создавать качественный контент. Для того, чтобы и в этом плане я готов делиться всеми нашими экспертизами, всеми нашими наработками, приглашаю вас в гости в офис, если вы хотите приходить, мы всегда открыты. У нас нет никаких секретов, потому что мы понимаем, что мы можем узнать что-то от вас, вы что-то от нас, и в целом мы поднимаем отрасли, мы не очень воюем, у нас еще пока нет оценка качества. Оценка качества. Понятно, что не отведены системы оценки. Они все разноформатные и так далее. То есть это все пока на уровне шалтай-болтай. Сейчас теглайн пытаются ввести некий marketplace индивидуальный образовательный ресурс. Ну, удачи. Потому что я не представляю, как это выглядит на таком-то минимальном уровне. И самое банальное заключение, это, не скажем так, моя точка зрения, ее многие разделяют, что на самом деле пока еще ничего нового в онлайн-базаране не произошло. К сожалению, мы пока с вами все крутимся вокруг абсолютно традиционных актримических подходов в процессе своих данных, в проверке компетенций, аналитетов и так далее. Любые вариации, они столь незначительные, что-то говорить о каком-то прорыве и отраске, переход в какую-то стадию инверсию 2.0. Пока крайний рамп.